В аэропорту Шереметьево задержан министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверду подозревает в том, что он давал разрешение на незаконную вырубку деревьев в природном заповеднике Туколань. По данным следствиям, из-за действий чиновника пострадало почти 120 гектаров леса. С подробностями Антон Подковенко. Неожиданное завершение отпуска. Сергей Шеверда возвращался в Иркутск через Москву и был задержан прямо в Шереметьево сотрудниками ФСБ. По подозрению в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, министр лесного комплекса Иркутской области давал разрешение на масштабную вырубку в заповеднике. Задержание высокопоставленного должностного лица проведено в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном заказнике регионального значения Туколань, Казачинско-Ленского района Иркутской области. Санитарная вырубка – это когда устраняют старые деревья, сухие, больные, поврежденные. С легкой руки Шеверды рубили на продажу совершенно здоровый лес. Оснований проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, тем более сплошную вырубку, не имелось. На ней располагался особо ценный реликтовый лес. Экосистема Туколань очень хрупкая. Проведенная рубка леса будет способствовать ухудшению территории экосистемы. Словно огромная проплешина в тайге. Около 120 гектаров уникального заповедника, где водились соболь и рысь, превратились в пустошь. И ведь не только деревья погибли. Оставшийся без защиты слой почвы смыт дождями, разнесен ветром. Лес крайне сложно будет восстановить. 748 миллионов рублей ущерба. Это по данным следователей. Наш коллега Борис Соболев и другие цифры озвучивал Сергею Шеверде. Лицом к лицу, когда тот еще на свободе был. Цитирую генпрокуратуру. Ущерб от одной только подписи незаконный 52 миллиона рублей. Заведомо ложные заключения о заражении территорий заказников. Хищение древесины ценных пород под видом санитарных рубок. Преступная рубка в водоохранных зонах и зонах нерестилища. Сведения о которых были незаконно удалены из государственного лесного реестра. Я не могу столько делать один. Как это вы умудрились? Я еще раз говорю, я не могу делать столько один. Подождите, вы не один. Тут написано про ваших подчиненных. От них ущерб еще 112 миллионов. До сегодняшнего дня следствия идет. Они все установят. Мои подчиненные, мою вину все установят. Установили. В деле еще три фигуранта. По статьям не только превышение должностных полномочий, но и незаконная рубка леса и нарушение режима особо охраняемых природных территорий. К уголовной ответственности привлечены инженер Лисопатова, который назначил проведение сплошных санитарных рубок. Директор лесхоза, который проводил непосредственно сплошную санитарную рубку. А также бывший заместитель министра лесного комплекса. Следователи говорят, что доказательств собрано достаточно. И в ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение. По закону грозит до 10 лет тюрьмы. А пока решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие просит заключить чиновника под стражу. Антон Подковенко, Вести.